Это обзор, это реклама, я даже не побоюсь этого, это реклама этой компании, этих улью, поэтому не серчайте, все это показывается для вас, чтобы вы видели, чтобы знали. Всем привет, меня зовут Иван Фабро и в сегодняшнем видео я хочу рассказать, сделать обзор, рассказать вам о уле из пенополиуретана от компании Behouse, так что кому интересно, приятного просмотра. Практически год назад мои друзья прислали нам на пасеку свое творение, это улей из пенополиуретана. Изначально они экспериментировали и создавали новые удобные уля для личного пользования, ну а затем захотели поделиться новинкой и с другими пчеловодами. Поэтому все, что вы увидите в каталоге магазина, перейдя по ссылке в первом закрепленном комментарии, это результат упорного труда и использования самых современных технологий. Прислали мне этот улей для посмотреть, для тестов, для обзора, ну и чего греха таить, для того, чтобы показать эти улей вам, по сути, для рекламы. Улей я принял, заселил пчелами и стал наблюдать за ними. Даже некоторые там были фоточки, выставлял в фейсбуке и инстаграме. Кстати, можете подписаться на мои странички в соцсетях, там я частенько выставляю фоточки по пчеловодству. Видео я специально не делал год назад, да и особо времени не было делать, не было времени для видеосъемки. И я решил поэксплуатировать этот улей, посмотреть на него, на пчел, как перезимуют пчелки в нем, ну и так далее. И вот спустя уже практически год я хочу показать и рассказать вам о этом улье. В данный момент компания Бихаус, она изготавливает улья в разных комплектациях, крашеные, некрашеные, ну и так дальше. Можно купить любой улей, любой комплектацией, ну какой вам надо подобрать под себя, рутовский, дадан и так дальше. Первый улей, который по весне поехал на точок Бакфаст к Словену, был у нас некрашенным. Мы его специально не красили, так как на новом улье, ну плохая адгезия и краска сходит, там пленочка. Мы подождали немножко, пока солнышко поработает над ППУ и поверхность стала шероховатой и весной вот Словен улей покрасил. Теперь он у нас красивый и краска на нем как родная, как влитая. Этот же улей, который у нас крашеный, подарили мне мои друзья с фермы Бихаус на зимой на выставке в Днепре пчеловодческой. Мне был день рождения. Все, гуляй, гуляй. Мне был день рождения и они мне подарили. Теперь у нас этот улей будет на этом тачке, на тачке Карника. Я в него сейчас переселю отводок и будет он у нас работать и украшать нашу пасеку. Ну, а теперь хочу рассказать о самом уле. Улей Бихаус делают из пенополиуретана. Что такое пенополиуретан, то есть ППУ? Многие скажут, что пенополиуретан это плохо, ППУ это химия, ну в этом роде. Пенополиуретан, друзья, это материал равных которому нет по низкой теплопроводности и в принципе по гидроизоляции. Пенополиуретан, он окружает нас, в принципе, друзья, везде, повсюду, в обыденной жизни. И вот взять стенки того же холодильника, там пенополиуретан. Стенки заполнены этим сырьем и ничего. Матрасы, ортопедические подушки, мочалки для мытья посуды, декоративные элементы в мебели, кресла в автомобилях, сиденья в тех же маршрутках в городском транспорте. Все возможные прокладки и уплотнители в трубах отопления, там горячей воды, холодной воды, в принципе, изолируют ППУ, именно ППУ и ничего. Благодаря тому, что этот материал экологически нейтрален, и он обладает рядом таких уникальных свойств, он получил широкое распространение, в принципе, и у пчеловодов, и по всему миру. Улья из пенополиуретана широко распространены в странах, где пчел зимой нужно оберегать от замерзания, в принципе, а летом, наоборот, от перегрева, от жары. Какие, в принципе, преимущества ульев из пенополиуретана, из ППУ? Это легкость. Вес этого улья из пенополиуретана, он в 4 раза легче, чем вес такого же улья, только из дерева. То есть, это легкость. Низкая теплопроводность. 4 сантиметра, вот как стеночка улья, 4 сантиметра пенополиуретана равен 40 сантиметрам дерева. Вот вы только представьте себе, что улья с толщиной стенок в 40 сантиметров. То есть, нам просто это не можно представить. Этот материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому летом в нем пчелам не жарко, а зимой, в принципе, не холодно. Ну, эффект термоса. Комфортная температура, получается, летом дает возможность пчелам не отвлекаться от своей главной задачи сбора меда, а зимой падеж пчел, он сведен, как бы, к минимуму. Благодаря этому урожай меда увеличивается в этих ульях на 30%. Ну, по крайней мере, так заявляют производители этих ульев, компания Behaus. Долговечность. Не портится от воздействия влаги. Этот улей может, в принципе, прослужить очень долгие годы, потому что не гниет. Прочность. Видите, я на нем сижу. Благодаря высокой плотности этого улья, материал очень прочный. И, кстати, корпуса, друзья, цельнолитые. Довольно-таки прочные улей. Плохая горючесть. Он практически не горит, пенополиуретан. Не подтвержден разрушающим вот этим действиям дождя, ну, окружающей среды. Дождь, ветер, град. Ну, конечно, если град, не как камни. И ничем. Легко моется под обычной водой, под строй воды. Не гниет, повторюсь. Что еще? Не заводится в нем плесень, грибки. Экологически он нейтрален. Кстати, экологичность. Он не выделяет вредных веществ и не вступает в химическую реакцию с водой и с моющими веществами. Поэтому ничего вредного он не выделяет. И по безопасности, безопасность самой продукции. Мед из этих улей, из улей из пенополиуретановых. Пенополиуретана неоднократно сдавался на анализ лабораторию и никаких плохих веществ и так дальше там не находили. Ну и пчелы его не грызут, мыши тоже и моль его не ест. Одним словом, улей хорош. Он действительно хорош. Ну и теперь по самой комплектации. В моем случае, что на пасеке Бакваст, что здесь у нас улей на рутовскую рамку, многокорпусные. Ну а вы можете выбрать для своей пасеки, для себя, свой улей со своей комплектацией. Это может быть, в нашем случае, это полностью рутовские корпуса. У вас может быть рутовский под гнездо и магазины, ну и так дальше. То есть любая комплектация, крашеный, не крашеный, вы можете это все выбрать под себя на том же сайте. Или, в принципе, на сайте можете посмотреть и цены, и комплектации. Ну а теперь, друзья, я вам хочу показать сам улей. Наверное, я его разберу и покажу, начиная с дна к самому верху. Поэтому сейчас переместимся немножко. Так, у нас есть крыша. У нас есть вот такие разные штучки. Это вкладыши, закрывашки, налетки и так дальше. Сейчас будем смотреть. У нас есть подкрышник. Так, корпус. Один корпус, два и три. У меня на три корпуса. Пыльцесборник. Ну и корпуса. Мы сейчас давайте их отставим. Стороночку вот так. И все посмотрим. Так, беру камеру и веду вас сюда. Так, друзья, давайте посмотрим на комплектацию. Начнем вот, видите, с упаковки. Вот такой упаковки приезжает улей. Брендированная упаковка. Все красиво, все классно. Это картонная упаковочка. Улей пришел мне первый, конечно же, по почте. Любым операторам доставки. Новая почта. Олег, как раз хотел сказать, Укрпочта. Ну, какие есть у нас службы доставки, такими можно и получить. Ну, давайте начнем с дна. Смотрите, какое дно. Дно у нас идет с закрывашечкой. Вот здесь есть. Это служит емкость, лоточек для сбора пыльцы. Когда мы собираем. Ну, а зимой, если кому надо, закрывашечкой. То есть мы его закрываем. То есть перекрываем дно сетчатое. Если у нас там отводочек слабенький и так дальше, то нужно закрыть. Так, вот такая сетка. В нашем случае это не металлическая, а пластиковая. Но наклонная, как я люблю. У меня в моих улях я делал наклонная себе дно наклонная. Вот снизу так. Снизу так. И вот такой литочек. То есть, хотите, мы можем открыть на весь литок, если семья очень сильная. Если нам надо, мы можем закрыть вот таким вкладышем, который вот ездит взад-вперед. И можем регулировать поток пчел вот таким способом. Так, теперь давайте возьмем корпуса наши крашеные. Так, хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что везде в этих улях есть пенополиуретан, защищен на стыках с корпусами, на фальцах. Он фальцевый, если вы видите, пластиковыми вставками. То есть, можно не переживать, что вы повредите там стамеской и так дальше. То есть, вот корпуса. В корпусе что снизу пластиковая вставка, что сверху корпуса пластиковая вставка для защиты. Есть в комплектации без пластиковых вставок, если вы хотите. То есть, есть просто пенополиуретановые корпуса с вставками, уголками и полностью по всему периметру. Смотрите, какое качество изготовления. Поверхность полностью, ну, гладенькая, не знаю, очень приятная. Нету ни ямочек, ни пупырышек, ничего нету. Все гладенькое, гладенькое. То есть, литье очень-очень хорошее. На передней стенке есть для номерка. Можно написать, вот так становится корпус. Вот так литок, видите, можно убирать и так дальше. И, как я говорил, вот у нас есть задвижки, чтобы закрывать все это дело. Если надо, кто любит литок, сюда можно летать, кто не любит, закрываем. Так, поехали дальше. Есть вот такие пластиковые. Тоже можно закрывать, чтобы вентиляция была. Но это для крыши. Так, друзья, переходим к другой части. Очень классной, ну, по крайней мере, мне. Это пыльцесборник. Снова-таки, в комплектации идет. Хотите, можно заказать, можно не заказать. Вот такой пыльцесборник. То есть, у вас стоит дно, хотите собирать пыльцу, вы берете вот эту штучку, ложите ее на дно. Тут, видите, у вас все идет, пчела идет вся сюда, снизу, как обычно. Вот, хотите, закройте, хотите, откройте. Вот здесь, если вам видно, под стамеску, то есть, мне не очень удобно на руке. То есть, чтобы брать, вот видите, специально, чтобы загонять стамеску. Ну, и для трута у нас есть вот такие штучки, которые сюда вставляются, чтобы трутинь выходил. Вот они пока просто задвинуты. Трутинь будет выходить. Ну, вот так. Что мне понравилось в этих вкладышах? Это то, что здесь присутствуют польские решетки для сбора прополиса. Это их получается, вроде бы, кажется, ну, мало, да? А их выходит в два раза больше. То есть, тут, по сути, две польских решетки. То есть, дно с двух решеток очень классно, хорошо собирает пыльцу. Это дно. Ну, и пыльцаж, как мы знаем, падает у нас на сетку, на вот эту. И в лоточек. Сейчас мы возьмем лоточек. И в лоточек. Вот туда, вот так. Вот туда она у нас падает. У меня нет оператора, приходится самому все. Так, все дно готово. Теперь ставим корпус. Вот. Ну, и корпуса второй, третий. И подкрышник. Подкрышник, снова повторюсь, смотрите, какое качество литья. Все гладенько, нигде ничего нету. Со всех сторон гладенькое. Все в фальце садится. Ничего при перевозке не едет, не падает. Подкрышник. Подкрышник, он как бы и нужен, и не нужен. Тут вы можете уже смотреть сами, кому как. Ну, нам понравилось. Мы в зиму закармливали. Вот здесь, видите, есть отверстие. Кстати, вот для вот этих штучек специально есть вот такие штучки, закрывашки. То есть мы можем регулировать вентиляцию. То есть открыть, вот этот сзади открыть. Вытянуть немножко лоточек, дать вентиляцию с первого лотка и открыть, например, вот здесь. А тут все закрыть. Вот тут все закрыть. А здесь открыть. И будет у нас такая вентиляция. То есть возможность регулировать вентиляцию очень хорошо. Ну и что мне очень понравилось, это вот я специально взял. Мы делали закорм пчел. У нас есть вот такое ведерко. Мы тут 5 литров. Это польское ведро. И мы закармливали пчел. Фоточку я вам покажу. Все тут вот так, видите, убирается. И мы наливали сюда сироп. Выдавливали. И смотрите, как оно хорошо все туда становится. Оп! И закрылось. И пчелки у нас, покажу вид снизу. Вот, видите, заподлицо. И пчелки у нас хорошо брали сироп с этого улья. Ставили корпус еще один. И крышу. И там пчелки забирали. Очень довольно-таки удобно. Если не нужно это, можно просто убрать, застелить пленочкой. Не знаю. Мне, как по мне, оно не мешает. Всегда можно открыть, положить сюда канди. Положить банку с сиропом. Перевернуть саму банку. Тут есть уплотнитель такой, ну, кольцо, которое будет держать. То есть все хорошо сделано. Качество, конечно, отменное. Ну, и крыша. Вот у нас вот такая крыша. Высокая крыша, как видите. Туда есть еще можно и канди, и подушки, что хочешь. И чуть ли не инструмент туда попрятать. И вот в крышу можно вентиляцию вот здесь так сделать, как видите. А можно закрыть вентиляцию полностью. То есть закрыть мы можем сделать, позакрывать полностью все здесь. Вот там. Можем тут закрыть. Можем не закрывать. А чтобы воздух гулял у нас под крышей самой. То есть манипуляций с вентиляцией очень много. Открытая сетка, закрытая. Закрытая с воздухом под крышу. Ну, то есть очень много. Хоть открывай на всю. Там сетка стоит, ничего туда, ни мышь, ничего не полезет. Вот такой красивый улей. Вот мы можем поставить еще. Давайте поставим ради интереса еще корпуса. Би-хаус. Вот они. Мне нравится, как они красиво. Качество изготовления. Все крутенько. Все крутенько. Еще второй, третий. И крышка. Все, у меня такая комплектация получилась улья. Вот, три корпуса. Очень красивые улей. Очень красиво смотрятся на пасеке. Это, конечно, шикарный улей, в кого частный дом, к примеру. И красивый газончик. Всякие там растения растут, цветут. И вот такие улей будут стоять. Это, конечно же, круто будет смотреться на красивых подставках, красивые ульи. Улей, конечно же, хорош тем, что он теплый, легкий. Для пчел он комфортный. Это проверено. Пчелы от этого не страдают. Зимой хорошо в нем чувствуют себя. Поэтому улей неплохой. Ферма Бихаус. Так, друзья, ну это у нас такой обзор вышел большой. Поэтому много наговорил. Ну что ж, будем заселять пчелок. Стоит он, конечно, не дешево. Но хорошие вещи дешево стоят и не могут. Поэтому стоит, конечно же, денег. Вот как-то так. Ну, обзорчик я вам показал. Теперь заселим пчелок. Давайте. И посмотрим, что оно выйдет. Так, ну что, друзья. Переселяем его в наш новый улей. Так. Ставим улей Бихаус. Здесь и стоял на этом месте пулей. Мы специально для него здесь готовили площадку. Чтобы было все красиво. Пьедестал. Так. Есть такое. Поравняем потом. Ну и здесь у нас отводочек. Небольшой отводок. Поэтому мы попробуем его переселить. Аккуратненько. Я дымаря не взял. Ну, я думаю, ничего страшного. В новый улей. На улице ветер. Так, маточка у нас тут сеет. Все хорошо. Это делается небольшой отводочек. По сути, то, что нам надо было, мы сделали. Переселили отводок. Ну и теперь... Рамочку. И тут с кормом. Заодно раз царапаем и кормик. Ну, по сути, у нас отводочек и получился чуть ли не на 9 рамок. Ну, тут меньше, конечно, потому что я две подставил. Так, и вот так. Так, и вот так. Закрываем это нашей подкрышником и крышкой. Все, друзья. Пчелки сейчас облетятся в нашем новом улье фирмы Behaus. Красивый улей. Мне он очень нравится. Это станет хорошим украшением на любой пасеке такой улей. Ну, и он практичный. Пыльцу собирает. Теплый. Ну, легкий, не знаю. У меня пасека стационарная. Он стоит, что тяжелый, что легкий. Ну, кто кочует, это большой плюс. Ну, каждый выбирает сам для себя, в чем ему пчеловодить. Если хочешь быть хорошим пчеловодом. Ну, хорошим пчеловодом можно быть и с дуплянками. Я имею в виду, чтобы на пасеке было красиво, уютно. То улье Behaus подходит под эти параметры. Все, друзья. Вот такой был обзорчик у нас. Это обзор. Это реклама. Я даже не побоюсь этого. Это реклама этой компании, этих ульев. Поэтому не серчайте. Все это показывается для вас, чтобы вы видели, чтобы знали. Потому что кто-то да не знает, кто-то да просто как-то прошел мимо. Своих друзей тем более, я думаю, нужно поддерживать. Друзья мне подарили улей, а я им в свою очередь поблагодарил словесно и поблагодарил этим видео, которое вы посмотрите. Для вас это реклама, для них это реклама. А мне приятно. Вот как-то так. Все, друзья. С вами был канал Иван Фабро. Контакты, сайт будет в первом закрепленном комментарии на их, на магазин Behaus, на интернет-магазин. Там вы можете позвонить, там вы можете узнать все цены, комплектации и так дальше. Наше дело вам показать, что есть такие ульи. Все, всем желаю удачи, хороших медосборов. С вами был Улья от компании Behaus и я, Иван Фабро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok